Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И здесь цена ошибки очень велика У мужчин конкуренция, наверное, не столь серьезная, как у женщин Где мы с вами видели, что после короткой программы Аж 9 фигуристок претендовали на медали Ну, получили их 3 И блестательное выступление Малосады И может быть мы сегодня еще раз вспомним Эту юную, выдающуюся японскую фигуристку Что же касается мужчин, то группа сильнейших начнет свой прокат в 16-15 по московскому времени Но те фигуристы, которых мы с вами увидим сейчас, тоже заслуживают внимания Потому что здесь, во-первых, много талантливых молодых ребят Если они не молодые и, может быть, не столь талантливые То это представители достаточно экзотических для фигурного катания стран В частности, вот в этой разминке будет выступать первым Джастин Питерсон Представители Южноафриканской республики Здесь же будет кататься Новозеландец Трис Тантод Здесь же Луис Эрнандес Мексиканец В этой же разминке, кстати, представитель не экзотической страны Но самый юный участник соревнований, 15-летний Саулюс Амбрулевичус Так что, любопытно Широкая география И, ну, думаю, немало интересных моментов мы с вами будем наблюдать Вместе с вами за ходом развития событий Будет наблюдать комментатор телеканала «Спорт» Михаил Семин Поначалу Ну, а, конечно, вечером вы, как всегда, услышите Елена Анатольевна Чайковского Нашего прославленного тренера И давайте начинать Остается на льду Джастин Питерсон Ну, а я напомню, что же такое короткая программа у мужчин Итак, 2 минуты 50 секунд на то Чтобы исполнить 8 обязательных элементов Какие 8 обязательных элементов? У мужчин это обязательно тройной или четверной прыжок с дорожки шагов Это обязательный каскад Ну, в идеале 4-3 Но, конечно, в этой разминке Ребята будут в основном прыгать 3-3 Это обязательно аксель Двойной или тройной Опять же, в этой разминке тройного мы не увидим Я так думаю И вращение нас с вами ожидают Ну вот, начинает Джастин Питерсон Начиная с тройного салькова с двойным тулупом То есть даже каскад 3-2 Вот он обязательно аксель в 2,5 оборота Ну, пока программа По сложности на уровне кандидатов мастера спорта Что как раз в разминке обычно Одно из начальных и происходит И что еще помимо прыжков Три прыжковых элемента Вращение Это прыжок по вращению Комбинированное вращение Со сменой ноги И с двумя сменными позиций Минимум Это Липло или волчок Со сменой ноги И также Две разные дорожки шагов должно быть у мужчин Ну вот пошло, собственно Комбинированное вращение Вот она смена ноги Ну, это я так на всякий случай напоминаю Опять же, как всегда Ваш покорный слуга надеется, что По ходу чемпионата мира Наблюдая за красивыми выступлениями Фигуристов, фигуристок Пар танцевальных дуэтов Добавляется количество поклонников спорта Которые, может быть, самим фигурным катанием Не очень хорошо знакомы Вот, видите, споткнулся здесь На дорожке шагов И Риттбергер сорвал Не докрутил Почти полоборота Так что тройной Риттбергер Ему зачитают как двойной Ну, и еще вычет баллов последует Пошел на дорожку шагов по прямой Но именно пошел Много лишних зубцов Реберность отсутствует как класс Ну так, если смотреть на его послужной список То трехкратный чемпион ЮАР по фигурному катанию Если вот не говорить про Южную Африку То трехкратный чемпион Действующий Это, конечно, серьезно Ну, в прошлом году он на чемпионате мира занял 37 место Его сестренка, которая на два года старше Также занимается фигурным катанием Ну, а его Тренеры Конечно, есть Мира фигурно В катании Давайте посмотрим на оценки Вот что там Боксерская перчатка Не вижу отсюда Шапочка Чтобы голодна не было Нет, это, судя по всему, какая-то Симпатичная игрушка Завоеванный Заслуженный Джастином Ну, интересный парень И в хоккее-то, да Достаточно непривычно Видеть чернокожих Ребят Ну, там их, конечно, гораздо больше А в фигурном катании Это вообще исключение Слабый был заход Слабый толчок на тройной риттбергер Да и в группировке тоже не доработал Можно было еще попытаться спасти За счет Максимально плотной группировки Джастин этот прыжок Но не вышло Ну, в любом случае Яркий парень Выделяется, украшает, конечно Добавляет определенный колорит Этому чемпионату мира Из тех, кто выступил А уже 12-й фигурист Сейчас демонстрирует свой прокат Лидирует пока представитель Казахстана Абзала Кингалиев Хавьер Фернандес Я думаю, 16-летний мальчик Который многим запомнился После чемпионата Европы Пока идет вторым С результатом 47-87 Ну, хотелось бы увидеть Хавьера В произвольной программе Хотя, конечно, сделать это будет достаточно ему непросто Учитывая то, что 46 фигуристов У нас выступают в короткой Почти в два раза меньше Будет представлено в произвольной Так что Попасть в это число 24-х очень нелегко Ну и третий пока Петро Либерс из Германии Нью-сизон-бест у Джастина Питерсона Ну, исполнил он тройной Риттбергер Тогда и больше бы, конечно, гораздо баллы получил Потому что тройной ему, как мы уже говорили Почитали как двойной Да еще и за вычетом балла То есть всего лишь Пол очка Заработал он за этот прыжок Ну, будь прыжок в чистом Соответственно, там было бы Что-то в районе Пяти с половиной, шести баллов Ну, а сейчас на льду появляется Антон Ковалевский 23-летний представитель Украины В прошлом году он Закончил 24-м На чемпионате мира В этом году, к сожалению, у Антона хватало проблем Не уступал он на национальном чемпионате Пропустил несколько других турниров После того, как в конце сезона Ну, в конце года, верно Потому что сезон-то 2007-2008 В конце 2007-го года Растянул на поленостоп На разминке Турнира Финляндия-Трофе Ну, Антон, конечно, посильнее, чем Джастин Так что давайте посмотрим Повнимательнее Ну, вот и каскад 3-3 Тройной флифт Тройной тулуп И тройной лутс Который исполнен как лутс Но в последнее время Судьи на это обращают внимание Все-таки гораздо меньше Практически не наказывают спортсменов Посмотрим, как будет сейчас Так, на всякий случай Напомню, что лутс Толчок идет Когда Левый конек находится на наружном ребре А лутс Это уже, по сути, флип Да, то есть Тройкурист в последний момент Сваливается с наружного ребра На внутреннее И флип прыгать проще, чем лут Лут самый сложный прыжок Вполне симпатичная дорожка шагов КОНЕЦ 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 Ну что, это у нас новый лидер Очень неплохо прокатал Антон Ковалевский Довольные болельщики Довольные зрители Но кто же не любит фламенко Это, конечно, не ламбьелевская фламенко Но Все равно, конечно Одна из любимых мелодий Поклонников фигурного катания И Вот посмотрим мы сейчас с вами на оценки Придерутся ли судьи К тому самому тройному лутцу Вернее, лутцу Который был исполнен Антоном Хотя Уже сказал о том, что все-таки На это внимание обращают все меньше и меньше Хотя Если позволить свое мнение Для меня это странно Поскольку действительно Лут один из самых сложных прыжков И Далеко не все фигуристы Прыгают его Максимально чисто А это Надо бы все-таки Оценить Надо бы на это внимание обращать Пощать тех, кто прыгает идеально Ну вот мы и накануне Разговаривали о том, что Странно, конечно Что сложные прыжки Не то, что не поощряются А караются Вот это таксель в 3,5 обороты Юки Накана Где она не докрутила И в результате Она за прыжок в 3,5 обороты Не просто была один раз наказана А дважды Из-за недокрута И посчитали, как прыжок в 2,5 Еще и с него баллы сняли Вот То есть С этой точки зрения Да, вот какие-то получаются Заводные стандарты Вот, посмотрите Толчок идет Ну так На грани на самом деле То есть на повторе Уже видно Что все-таки Он так немножечко успел Выровнять Положение Пусть и наружный Ребро не встал Но уже и внутреннего Такого ярко выраженного Не было Еще раз повторюсь Что ясно Что Антон Ковалевский Должь сейчас получить Самые высокие оценки Из тех Кто исполнил свой прокат Потому что По одному набору прыжков Только Тройной флип Тройной тулуп 9 баллов Тройной лутс 6 баллов 15 Аксель 2,5 оборота В общем 20 баллов Он набирает Только за 3 элемента Правда за 3 самых Высокооплачиваемых Элемента Прыжки 20 с лишним 21 где-то При том Что например Джастин Питерсон В общей сложности За технику набрал 20 баллов Мама, папа, привет Юльке, привет Бабушка, привет Все друзья, привет Спасибо всем за поддержку Всем привет Раина, привет Каринка, привет Раздал Антон Всем привет То есть Вот 34 балла Только за технику Да, за их 34 Как мы сказали 20 баллов Он заработал На одних Только прыжках Да Тройной лутс Ему вычли Немножко То есть Все-таки Судьи Ну Обратили внимание На то На что и мы с вами Компоненты программы 60-74 Антон вот так Пожимает плечами Этот результат Не дотягивает До его личного рекорда В 5 баллов Ну Здесь и разминка Имеет значение И Вот Маленькие Шероховатости были Хотя Хорошее вращение Неплохие дорожки Ну И Антон должен попадать Хотя Конкуренция большая И достаточно Ранняя у него разминка Но шансы На попадание В произвольную программу У него есть Но вот у нас с вами Появляется Чемпион Новой Зеландии Тристан Тот Но у него тоже стоит Каскад 3.3 Правда самый легкий Из тройных Который может быть Тройной тулуп Тройной тулуп Начинает Трестан С тройного Риттбергера Касанием льда Рукой Каскады не получилось Но здесь уже Второй тройной тулуп Не добавишь Потому что Аксель Два с половиной оборота Это обязательный элемент И он должен быть Без Каскады Если бы наоборот Еще прыгнул бы На аксель В начале А потоп У него стоял Тройной риттбергер То может Было бы Вавровый Тройным риттбергером Хотя бы Двойной тулуп Прыгнуть Еще бы Хоть Там Полтора Балла Набрал Короткой программе Как вы прекрасно Понимаете Без Одного элемента Но обычно Все таки бывает Прыжок Реже Допускают Фигуристы Срывы На вращении Ну а дорожку Шагов Уж совсем Сорвать Практически Невозможно Даже Если упадешь Можно Подняться И продолжить Пусть и балл Будет не самый Высокий Но без прыжка Без одного элемента Рассчитывать На высокие оценки Невозможно Вот тот самый Обязательный аксель Волчок Со сменой ноги Без смены позиций Пошла дорожка Шагов По кругу Где немножко Вот Не дотягивают Эти шаги Немного торопится Тот Слабенькая техника На прямых ногах Явно Не самый Любимый элемент Ну и прыжком Волчок Заканчивает Это выступление Ну вот такие Страны ЮАР Новой Зеландии Все равно Интересно Потому что Когда в других Видах спорта Да Там идет Какое-то Расширение Присутствие Расширение Географии Я не знаю Футбол Баскетбол Хоккей Все-таки Там что Очень плохо Что выходит Две команды Совершенно Разного Класса На площадку На поле И получается Абсолютно Интересная игра В одни ворота Здесь Если сравнивать Конечно Фигуристов Ясно Что Когда мы с вами Увидим Вторую группу Будет совершенно Другое катание По всем показателям Но поскольку Это заочное сравнение То вот Та экзотика Определенная Которая присутствует Те свои Национальные особенности Которые фигуристы Здесь пытаются Показать Смотрится Достаточно Любопытно 18 баллов Получает он За технику Ну вот Тот самый Гаскад Тройной тулуп Тройной тулуп Где могло быть 8 баллов При нормальном Исполнении Получается Он не прыгнул Он с него упал То есть Минус 3 Получает он Всего 1 балл За тройной тулуп Но этот самый 1 балл Уходит на вычер За падение На вот этот Дедакшн Который мы с вами Видим То есть Получил он 0 За один элемент За тот элемент Который Самый Высоко Оцениваемый Так что Вот 18 баллов Исполни Каскад 3-3 Он был бы В районе 25 Только за технику Но Все Внимание На лед Вот он Самый юный Участник соревнований Не только Среди мужчин Но вообще Среди Всех 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 Кто здесь присутствует Кто выходил на лед И кто еще выйдет Саулюс Амбрулевичус Литва Честно говоря Очень даже Любопытно посмотреть Излишне говорить Что для него Это дебют На чемпионате мира Остается только Традиционно Пожелать удачи Вот довольно таки Простой набор У него Опять же На уровне Кандидатов Мастера спорта Если Брать Если у нас Я правда не знаю Может уже Каждый год Почему-то нормы Но не каждый год Но во всех Где-то спорта Упрощаются Если там еще Лет 20 назад Первый разряд Взрослый Каждый был получить Достаточно тяжело То потом Через несколько лет Уже кандидата Стало завоевывать Проще Вот здесь Один каскад 3-2 Тройной тулуп Самый простой Из тройных И аксель 2,5 оборота В принципе То, что Ребята в 12-13 лет Прыгают Но Вопрос же в том Как прыгают До 15 лет Набор Нормальный Очень любопытно Поставлена программа У Саулюса То ли Ему нужно В нее вкатиться Но У всех фигуристов Всегда в самом начале Стоит как минимум Один прыжок А то и два Пока есть силы Пока ты свежий Настрой Заряд Нужно отпрыгать В первой части Как минимум Два прыжковых элемента И только Ну и потом Отдыхаешь И потом прыгаешь Третий Короткая программа Обычно так Составляется Здесь у Саулюса Сначала Серпантин Потом вращение И вот только Первый прыжок Причем прыжок Самый легкий Аксель Два с половиной Оборота В короткой программе Дополнительный коэффициент За прыжки Во второй части Не добавляются Ну вот Может быть такое На новое поколение Да нет Шучу конечно Видимо вот такой Индивидуальный вариант Ему именно нужно Почувствовать лед Размяться Разогреться И только потом Прыгать Жаль Попал с тройного Сальхова А сейчас У него еще стоит Тройной тулуп Вместо которого Получилась бабочка Ну сложно составить Какое-то определенное впечатление Но даже если бы он прыгнул Эти прыжки Вот так К сожалению Мы сегодня с вами Не посмотрели Капьера Фернандеса Вот с самого утра катался Но я опять же скажу Кто смотрел чемпионат Европы Наверное обратил внимание На этого 16-летнего Мальчуга Но так внешне похожего Чем-то на Рикки Рубио Ну и для тех Кто любит баскетбол И знает Звезду Не только восходящую Наверное во многом Взошедшую Испанского баскетбола Так вот Капьер Фернандо 16-й 16-15 Все очень близко Он сегодня Прыгал Аксель В 3,5 оборота Тройной лутс В Каскайзе За мтлупом И тройной ритбергер Конечно У Саулюса Программа гораздо проще Так что вот Хавьер Ну судя по оценкам Не все исполнил Что задумывал Пока он идет третий Но вот очень хотелось бы Еще раз скажу Чтобы попал этот парень Все-таки В произвольную программу Талантливый мальчишка Саулюс Ну пока от Хавьера Отстает Но там кто знает Один год Вот в этом возрасте Лет до 17-18 Решает очень много Что нравится Пластичный Музыкальный Мальчик Как вот говорят Тренеры Здесь даже Такое впечатление Что перекрутил Он этот Сальхов Немного поздно Раскрылся Порталу Говорить особенно нечего Это уже в голове Немного поздно Салфин Ничего не получилось С прыжком Волчок Но расстроился Расстроился из-за того сделанного уже тройного Сарькова, но заземленного на пятую точку. Ну, единственный элемент, который засчитали здесь Саулюсу, скажем так, это аксель в два с половиной оборота, по нулям он его получил, все остальное мимо, да, по нулям абсолютно ноль, не получил он ничего за прыжок. В обращении, волчок, минус балл за падение, последнее он пока, но боевое крещение Саулюс, будем считать, прошел. Еще раз отметим, самый юный участник чемпионата мира, так что все нормально, не все сразу, не у всех. Ну, а сейчас такой взрыв аплодисментов, потому что Швеция и Финляндия находятся очень близко, от Хельсинки до Гетеборга. Рукой подать, ну и не только от Хельсинки, на льду Микко Минкинен. Он чемпион Финляндии нынешнего сезона, дебютирует он на чемпионате мира, в этом же году на чемпионате Европы он занял 28 место, ну и задача для него попасть в произвольное. Да. Ну вообще немножко странное решение, планировал он каскад, тройной луц, тройной тулуп, луц сорвал. И, наверное, нужно было сейчас прыгать тройной флип, ну хотя бы с двойным тулупом, потому что это дополнительная секунда, то есть по программе бы он не отстал. Он, собственно, вот то, что там упал, по времени где-то полсекундочки так и выиграл, от которых бы он отказался. И вот, вместо каскада тройной луц, тройной тулуп. Поденье на тройном луце, надо уж было прыгать тройной флип с тройным тулупом. Хотя бы с двойным. Вращение, конечно, пока в этой разминке большинство получаются совсем слабенькими, простенькими. Ну что делать? Ребята особенно не любят заморачиваться на вращениях дорожках. Большинству из них прыжки подавай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, откатался Мико Минкинин. Он, конечно, досадный. Вот это падение после тройного луца, но болельщики его любят. Достаточно интересный фигурист. В 2003 году он еще дебютировал на юниорском чемпионате мира. И после этого надолго ушел в тень. Думал вообще завязать с фигурным катанием. Но вот в этом году вернулся. Победил на национальном чемпионате. Мальчиков в Финляндии хороших. Меньше, чем хороших девочек. Нет там своих. Кири Корпи, Лауре, Леписто. Пойдем победить, конечно, проще. Но все равно после паузы вернуться это еще суметь надо. Впрочем, как вы понимаете, опять же, без одного элемента сложно, сложно на что-то рассчитывать, на какие-то более-менее приличные оценки. Субтитры создавал DimaTorzok И так, 44-66, но опять же, считайте сами. Был бы этот каскад. Так, тройной лутц. 6 баллов, минус 3. И еще минус 1 за падение. То есть, 2 балла всего он получил. Вместо, возможно, в 9. Мог бы сейчас Микко Минкинин быть в лидерах. Но пока что Антон Ковалевский, конечно, был наиболее безукоризнен. И абсолютно заслуженно он лидирует. Что касается вот Хавьера Фернандес. Так уже расхвалено умной, не только умной, но и поклонник фигурного катания. Он третий. Позади 13 фигуристов из 46. Получается, пока он где-то в равен 33-го места. Но тяжело будет попасть в произвольную. Но посмотрим. Ну и еще один любопытный фигурист, представитель Мексики, Луис Эрнандес. Там много хороших боксеров. И, собственно, у этого мальчика тоже такой суровый взгляд. Боксерская внешность. Ну, в плане настроя. Ну, посмотрим на слезы, на солнце, на эту композицию. Трайна Риттбюгер 2 на эту лоб. Уверена. Да, и папочка. Трайна Риттбюгер 2 на эту лоб. Ну, очень средний, скажем так. Простая дорожка шагов. Второй уровень, наверное, он за нее получит. Ну, молодец. Очень хорошо поборолся сейчас за прыжок, потому что абсолютно он... Ну, не то, что абсолютно не получился, но... В воздухе завалился, причем внутрь, а здесь особенно тяжело прыжок вытащить. Но не просто устояло, а даже ноги не подставил. Вот она, собственно, мексиканская кровь. Первый. Первый. Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь уже где-то рядышком. Задача максимума – это попасть в произвольную программу. Но Луису Эрнандесу это, конечно, не удастся сделать. Уточняет Луис, а почему там ему что-то не доставили. Ну, новый сезон-бест. Для него это уже неплохо. Уже маленький повод для радости. 42-74. Девятое место в данный момент получает Луис Эрнандес. Лидирует Антон Ковалевский с большим отрывом от других. И еще раз отметим, что здорово он прокатал. Ну, если, опять же, быть реалистом, и если там ничего экстраординарного не произойдет, то думаю, что только Игорь Мацепура может превзойти результат Антона. Если очень хорошо выступит, то может быть Эллиот Хилтон. Ну, а пока вот такая расстановка сил из 17 фигуристов. Первый – Антон Ковалевский. Второй – Абзал Эким Галиев. Третий – Кавьер Фернандес. Раз разочаровал Петер Либерс из Германии, он мог чуть лучше откатать. Ну, а в остальном все, в общем, достаточно закономерно. Кто чище исполнил, тот выше. Кто менее чисто с ошибками, тот внизу турнирной таблицы.